Всем привет! Меня зовут Вера Курбатова. Я руководитель образовательных проектов фонда «Обнаженные сердца». Прямо сейчас я нахожусь в Государственном учреждении здравоохранения Тульской области «Клинический центр детской психоневрологии» имени Бориса Давыдовича Зубицкого. В стенах этого центра работает замечательная команда специалистов с большим опытом и знаниями, которые они получают в том числе в рамках многолетнего совместного проекта с фондом «Обнаженные сердца». Вместе со специалистами центра я записываю новый шестой сезон подкаста «Инклюзии жизни», который будет посвящен церебральному параличу. В этом сезоне я постараюсь получить ответы на важные вопросы, которые я часто слышу от родителей и специалистов. Например, что такое церебральный паралич, как помочь ребенку передвигаться самостоятельно, как выглядит реабилитация мечты, зачем детям уколы бутылотоксинов, как безопасно накормить ребенка с церебральным параличом и многие другие вопросы. Кстати, мы стараемся не использовать аббревиатуру «ДЦП», потому что церебральный паралич бывает не только у детей, но в названиях к эпизодам пришлось все-таки оставить, чтобы нас могли найти и в поисковике. Ставьте звездочки, лайки, пишите комментарии и делитесь информацией с теми, кому она может пригодиться. Принято считать, что у детей с церебральным параличом в основном проблемы двигательного характера, но на самом деле, как я уже поняла, есть проблемы и с принятием пищи, и с глотанием. Поэтому сегодня предлагаю поговорить об этом. Рада представить экспертов. Сапогова Александра, логопед, заведующая Центром патологии речи. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. И Григорьева Елена, врач-невролог высшей категории, психиатр, заведующая Центром лечения детей с церебральным параличом. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько часто у детей с церебральным параличом встречаются проблемы приёма пищи и глотания? И я всё-таки понимаю, что это разные проблемы. Одно дело иметь проблемы с глотанием, другое дело с приёмом пищи. Ну, наверное, есть смысл вообще обозначить это каким-то термином. Что же такое нарушение глотания? И раз мы сегодня говорим именно о церебральном параличе, введём некий такой термин, который называется дисфагия, или ещё его называют доктора, хроническая аспирация в тяжёлых её состояниях. То есть это нарушение одной или нескольких фаз глотания, которое не является специфическим диагнозом, но при всём при этом это тот симптом, который вызван основным заболеванием. Да, Елена Анатольевна? Поэтому, когда мы, в принципе, расскажу немножко вкратце, начали заниматься вопросами глотания, мы нашли множество литературы. И среди научных статей мы нашли информацию о том, как приблизительно у половины детей с церебряным параличем встречается нарушение глотания. Причём процент максимальный находится у детей среди новорожденных. Согласно данным статистики, нарушения глотания, они являются самой распространённой причиной бронхолёгочных заболеваний, соответственно, и аспирационной пневмонии. Причём информация даётся о том, что это 45% детей с церебряным параличем. Это значит, что проблема приёма пищи глотания, это только, в общем-то, на поверхности проблема, а может приводить к куда более серьёзным проблемам, да? Это проблемы с дыханием, с лёгкими, я права? С хроническим воспалением в дыхательных путях, то есть это не всегда аспирационная пневмония, если это не массивная аспирация, но микроаспирации встречаются достаточно часто, и они приводят к хроническому воспалению, который, во-первых, снижает иммунитет ребёнка, вызывает истощение его жизненно важных функций, таких как кровотворная иммунная система. Часто родители такие отмечают немотивированный подъём температуры у детей, который нельзя связать с каким-то острым заболеванием, но они возникают достаточно неожиданно для родителей. И это как раз один из признаков того, что имеет ребёнок хроническую аспирацию, которая протекает скрыто, вяло, не реализуясь обязательно в пневмонию. А проблемы вообще с приёмом пищи и с глотанием, они становятся очевидны сразу, или это то, что может быть спустя год, два, три после рождения? Как правило, в тяжёлых формах это сразу видно, и многие дети, в дальнейшем сформировавшие церебральный паралич ещё в периоде новорожденности имеют проблемы с глотанием. И часто это приводит к такой частой ситуации, как зондовое кормление. Это что значит? Значит, они кушают не сами в периоде новорожденности, не в период нахождения в раллельном доме, в патологии новорожденных, а через трубочку, через зонд, который вставляется в пищеварительную систему, в желудок. А это и называется гастростома? Нет, это кратковременная ситуация, когда есть ещё надежда, что ребёнок сможет заглотать самостоятельно. То есть вообще сейчас вот по нынешним рекомендациям состояние зондания не более трёх месяцев. Если предполагается или фактически получается, что ребёнок не может кушать самостоятельно больше трёх месяцев, всё-таки рекомендуется переходить на гастростомы, либо по истечении этих трёх месяцев. Но если мы видим, что нет никакой тенденции, то это может быть и раньше. Но мы ещё вернёмся к гастростоме и к несамостоятельному приёму пищи. Александра, хотела вас спросить. Мне всегда казалось, что логопеды – это люди, которые занимаются, не знаю, буквой «Р», ну или вот какими-то такими проблемами. Но вы занимаетесь в том числе проблемами глотания и приёма пищи. Как вы вообще оцениваете вот эту степень глотания? Что значит проблемы с приёмом пищи? Это значит, что ребёнок чего-то не ест или он не ест, не знаю, какие-то твёрдые кусочки или какая там градация? Ну вообще начну с того, что, наверное, действительно, большинство людей логопеды воспринимают как специалиста по букве «Р». Но на самом деле есть люди, которые занимаются вопросами и глотания, и тяжёлой патологии речи, и чаще всего это люди, которые работают в здравоохранении. Хотя они тоже педагоги. Поясню сразу, что я педагог и как бы занимаюсь тяжёлыми темами нарушения речи и глотания в том числе. Поэтому одна из ключевых тем, да, это жевание, глотание, где это не связано с поведением, а связано с невозможностью. То есть слабость мышц артикуляции, не смыкаются губы, малоподвижный язык. Сам процесс глотания затрудняют именно вот эти вот моменты. Да, поэтому по актуальному говорить о том, что это мало того, что нужно диагностировать, этому как-то нужно помогать. Соответственно, были разработаны специалистами методы реабилитации, где используются специальные трубочки для жевания, то есть развитие форомоторных навыков, подбор текстуры и жидкости, которые будут актуальны для того, чтобы изменить скорость движения воды, и ребёнок не будет поперхиваться, когда начнёт глотать воду из стакана. А, возможно, я предложу ребёнку ложку, потому что вижу, что поперхивание появляется именно в процессе того, что стакан очень большой. И надо подобрать именно тот формат посуды, который будет адекватен навыкам ребёнка. А как вы оцениваете? Вот есть ли у вас какие-то шкалы, чтобы тоже вот так на приёме поставить, значит, какую-то цифру, определить уровень, да, и дальше двигаться, например, на следующий уровень? Наверное, расскажу о том, что она состоит, конечно, из нескольких этапов. И самый первый – это клиническая диагностика. Она включает в себя как раз сбор анамнеза, то, что рассказал мне доктор-невролог и доктор-педиатр. Далее мы переходим к части непосредственно оценки по шкалам. То есть есть краткая шкала оценки кормления SAFE и шкала оценки EDACS. И вот самое актуальное для логопеда – это краткая шкала оценки SAFE. Про неё я могу вам немного рассказать. Расскажите, конечно. На этапе заполнения шкалы оценки SAFE в первую очередь логопед, конечно, обращает внимание, как я уже сказала, на несколько важных аспектов, в том числе и позиционирование. То есть как сидит ребёнок для логопеда тоже важно. Запрокинута у него голова назад или нет – это актуально, если мы говорим про вопрос кашля в процессе глотания. С запрокинутой головой очень тяжело глотать, даже при нормотипичном глотании человека. То есть нужно выстроить позу. Также для нас будет важно ещё бодрствование самого ребёнка. То есть есть ли у него желание уснуть в процессе кормления, если он немножко слаб или болеет. И насколько вообще, в принципе, активны его губы, щёки и язык, как я уже говорила. Неважно, что это будет. Для шкалы оценивается сам навык, а из какой посуды ребёнок будет принимать еду или жидкость, в шкале тоже отражается. То есть это будет бутылочка, ложка или стаканчик. Для этого есть отдельные графы, которые включены в полную оценку. Также к числу важных вопросов относится не только положение ребёнка, но и положение самой мамы. То есть сам кормящий человек, который помогает ребёнку в процессе, должен чувствовать себя удобно и хорошо. Это тоже относится к дополнительным стратегиям безопасного глотания у детей. В процессе кормления в протоколе краткой шкалы оценки SAFE мы отмечаем ключевые признаки нарушений глотания. И самым популярным относится выгибание или напряжение тела в процессе кормления. Потому что мы говорим сегодня именно о церебральном параличе. Это не всегда зависит от поведения. То есть поэтому ребёнок может также часто отказываться от кормления. И длительность кормления может растягиваться до получаса, может быть, даже и больше. И самое важное — это то, что логопед обратить внимание должен и на кашель, и на так называемую тихую аспирацию. То есть когда отсутствует кашлевой рефлекс, про это расскажут вам доктора. А я скажу, что есть такая специфика в глотке, когда чувствительность снижается, и ребёнок банально не чувствует, что происходит возле горла. Возникает риск немой аспирации. То есть ребёнок глотает, не подозревая о том, что жидкость может спуститься ниже голосовых складок, в трахею и лёгкие, и может развиваться бронхолёгочное заболевание. Причём сразу обозначу, что не только большая аспирация, то есть большой заброс еды и жидкости в трахею опасен для здоровья. Даже микроаспирация может повлиять на качество жизни ребёнка. То есть у ребёнка может банально подниматься температура, а родитель думает, что плохо завязал ему шарф. Но я думаю, что и родители не смогут догадаться, потому что, честно говоря, для этого нужны специальные знания, а они видят только какую-то на поверхности картину. На самом деле, когда ребёнок попёрхивается и закашливается, родители всё-таки понимают, что происходит что-то не то. Но, как уже Александра сказала, есть у деток с церебральным пролечом достаточно частые именно немаи аспирации, когда внешне не происходит ни нарушение дыхания, ни кашля, ни попёрхивания, пища или жидкость, они попадают в дыхательные пути. Вот это красный флажочек, да, его нужно не пропустить, я так понимаю, родителям? Да, когда они явно видят попёрхивание и закашливание, и когда это регулярная ситуация, либо вот когда есть немотивированные подъёмы температуры, повторные, тогда родителям нужно обеспокоиться, что это может быть именно аспирационный синдром, и обратиться к специалистам, чтобы провести дополнительные исследования. А скажите, пожалуйста, вот при оценке того, как ребёнок глотает и ест, вы что делаете? Вы его на приёме пытаетесь накормить, усадить в стульчик? Это прямо так и происходит? Да, это так и происходит. В этом и есть особенность логопедов здравоохранения. В школе не поставишь стул, не накормишь ребёнка. А в здравоохранении как раз это ключевые вопросы. Когда родитель жалуется на то, что ребёнок часто кашляет, и он не знает, что с этим делать, мы предлагаем принести кусочек еды, немножко воды, той, которую он любит. Мы сажаем его в специальный стульчик для кормления детей и начинаем оценивать его, скажем так, навыки. Навыки жевания, навыки глотания, есть ли подтекание изо рта, есть ли сиалорея так называемая. То есть когда много слюны выделяется, ребёнок тоже может ей закашливаться. Особенно так, как это церебральное параличие, это прям сплошь и рядом часто встречается. Поэтому кашель — это не единственный маячок. Может быть, ещё так называемый влажный голос. Когда ребёнок делает несколько глотков воды, он чаще всего может что-то непроизвольно комментировать на своём лепетном языке. И мы слышим, что его голос становится как будто хлюплым, влажным, как будто хочется сказать ребёнку «покашля», и откашляясь, у тебя что-то в горло попало. То есть родители часто пропускают эти моменты, списывая на то, что он маленький. А на самом деле это уже признаки того, что может возникнуть аспирация. Может покраснеть лицо в процессе кормления. То есть ребёнок не кашляет, но родитель продолжает его кормить, у него краснеет лицо, или подтекают слёзки из глаз. И ребёнок, получается, поперхнулся. Это как раз та истинная немая аспирация. А родитель продолжает кормить не потому, что он ему враг, а только потому, что он не знает, что это опасно. Но я так понимаю, что всё начинается после рождения. И, насколько я помню, очень важный момент, чтобы ребёнок набирал определённый вес. Это всё фиксируется. А если сложности у нас с глотанием и кормлением, получается очень тяжело добиться нужной массы. Что тогда делать? Часто дети отстают в росте и весе, особенно это вот дети младшего возраста, когда неподобный правильный рацион питания, когда ребёнок не может своевременно перейти с бутылочки на обычное кормление после года, на кормление с ложки, на кормление более густой пищей. Это для деток с церебральным параличом достаточно частая ситуация. Здесь подключаются не только логопед и невролог, а обязательно подключаем нашего врача-педиатра, который рассчитывает рацион кормления, рассчитывает количество жидкости, которую должен ребёнок получать. Если есть проблемы с приёмом пищи, часто приходится прибегать к специальным продуктам питания, которые имеют повышенную калорийность в том же объёме. Есть специальные продукты, которые позволяют, не увеличивая объём пищи, увеличить её питательность и калорийность. Это вот как раз, мне кажется, к моему следующему вопросу про диеты. Нужны ли какие-то диеты и, может быть, специальная еда для повышения веса или, наоборот, может быть, даже для снижения? Да, это достаточно часто применяется. Наши, как я уже сказала, специалисты-педиатры оценивают и калорийность, и разнообразие пищи, и наполнительные микроэлементы. И если получается, что ребёнок, его питание не соответствует возрасту и имеющемуся уже росту и весу, то рекомендуется изменение рациона питания. Иногда это просто какие-то продукты дополнительно, например, для повышения жирности пищи. Это могут быть какие-то сливки, сметана добавляться, для, соответственно, белковые продукты, если есть недостаток по белкам, либо это специальные лечебные продукты. И это как раз вот через зонд происходит, или это вообще вкалывается? Ну, есть такое понятие сиппинг. Это когда продукт добавляется к основному питанию ребёнка. Либо это есть продукты для питания зондов или через гастростому, а для особо тяжёлых детей, либо в особых тяжёлых ситуациях, когда они попадают в больницу или в реанимацию, есть питание, которое вводится внутривенно. Александра, скажите, пожалуйста, можно какими-то, правильно это назвать, логопедическими упражнениями сделать так, чтобы ребёнок, например, научился глотать или жевать? Это категоричный вопрос. Не всегда получается так, как мы ждём, но часто результаты показывают, что ситуацию изменить можно. Сразу скажу о том, что не всегда получается вылечить то, что мы хотим до абсолютной нормы. Но мы можем скорректировать, поставить достижимую цель. То есть если ребёнок не жевал, то 2-3 укуса на мягком яблоке для нас это уже результат. И эта цель может достигаться условно месяц, два, может быть, даже три, если мы говорим про слабую щёчную мускулатуру. То есть, в общем-то, упражнения логопедические есть. Если нет никаких противопоказаний по части лечащего доктора, то, конечно, мы будем использовать не только логопедические инструменты всевозможные. Есть так называемая электростимуляция глотки. То есть это уже проводится вместе с врачом-физиотерапевтом. Чтобы у ребёнка, так сказать, спровоцировать адекватный глоток, есть специальные электродики, которые ставятся на шею, если говорить банальным языком, чтобы ребёнку просто помочь простимулировать. Если говорить чисто про логопедию, есть такая инновационная методика «НОВАК». Там есть специальное серийное жевание специальных трубочек логопедических. Вот это актуальный вопрос. Если мы говорим про слабость жевательной мускулатуры, мы предлагаем специальные такие жевательные молоточки, где с помощью тренировок мы делаем 2, 3, 4 укуса, и у ребёнка формируем так называемый самостоятельный навык жевания. Они бывают разной плотности, очень мягкие, средней плотности и очень твёрдой. И с постепенным усложнением текстуры происходит обучение ребёнка. Но это опять получается реабилитация, которая происходит не столько в больнице, а сколько вот уже дома, где мама становится таким специалистом. Да, родитель — это часть команды, безусловно. Но для того, чтобы стать её частью, его нужно научить. Поэтому наша ключевая цель как логопедической помощи — это научить семью, что делать дома. То есть научить здесь, чтобы в домашней реабилитации не было никаких затруднений, и он к нам пришёл уже с улучшенным навыком жевания или уже даже сформированным навыком жевания. У всех по-разному. Но я так понимаю, что если ничего не получается, упражнения не сработали или случай довольно тяжёлый, то вот тут уже как раз речь идёт о гастростоме. Ну, гастростома — это уже крайний вариант нарушения глотания, когда мы не можем никакими другими методами избежать аспирации. Наши специалисты в нашем центре делают для этого, чтобы твердить, чтобы мы не говорили голословно, чтобы видели и родители, и другие специалисты. У нас есть методика видеофлюороскопии. То есть ребёнок кушает, пьёт продукты, те, которые он обычно принимает, в которые добавлен рентген-контрастное вещество — барий. И в это время мы делаем запись видеорентгеноскопии. И мы видим, попадает ли еда туда, куда ей положено, в пищевод, либо она попадает в дыхательные пути. То есть это всё записывается, это всё подтверждается документально. То есть факт аспирации подтверждается. И если мы видим, что это достаточно серьёзные, массивные, регулярные, то всё-таки мы родителям советуем поставить гастростому. Что такое гастростома? Как она выглядит на практике? Ну, гастростома — это такое общее понятие. Они есть низкопрофильные, есть высокопрофильные. То есть выглядеть они могут по-разному, но это сообщение между брюшной стенкой, собственно, и желудком непосредственно. То есть трубочка ставится на брюшную стенку сбоку от пупка непосредственно в желудок. И пища поступает сразу в желудок, минуя пищеварительную глотку, пищевод. И здесь исключается попадание пищи в дыхательные пути. А, то есть она поступает через трубочку. Сразу в живот, да, сразу в желудок. Ставится в больнице, меняется в больнице. Со временем родители обучаются и могут менять уже сами эти трубочки. Пища жидкая, естественно, не густая, она жидкая. Это либо специальные продукты. Иногда родители делают что-то сами, такое полужидкое, и вводятся непосредственно в желудок, в отмеренном объёме. То есть мы расписываем рацион, сколько чего должно быть. Часто побуждающим является не только недостаточность питания или вот аспирация. В первую очередь у детей всё-таки страдает приём жидкой пищи, и многие детки недополучают именно жидкости. То есть родители могут что-то дать через рот густое, и ребёнок проглотит, а вот жидкость часто аспирируется. Поэтому это необязательно, что кормится ребёнок только исключительно в гастростопу. А, то есть можно как бы комбинировать. То есть когда у ребёнка эти функции глотания не утрачены полностью, да, многие родители комбинируют. Что-то дают через рот, что-то дают через гастростопу. Либо когда ребёнок себя плохо чувствует, то есть он заболел, ослаб, прошла серия эпилептических приступов, ребёнок ослаб. Тогда родители всё дают через гастростопу, когда состояние улучшается, они могут также кормить через рот. То есть это не исключает питание через рот, если там нет какой-то уж прям совсем массивной аспирации. А скажите, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда ставится гастростома, а через какое-то время она убирается, например, потому что ребёнок, не знаю, перерос, смог научиться глотать за это время? Или это чудеса? Нет, конечно. Это то, что делается по необходимости. Если ребёнок младшего возраста, и у нас такие детки есть, которым гастростому ставят уже в периоде новорожденности в связи с невозможностью глотания, и в процессе роста, если всё налаживается, гастростома убирается однозначно. То есть это не всегда пожизненно? Нет, это не обязательно пожизненно. Это только по необходимости на тот период, пока ребёнок не может безопасно и полноценно принимать пищу через рот. Елена, скажите, пожалуйста, вообще гастростома – это такое серьёзное, наверное, вмешательство, если можно так назвать. Я так понимаю, что не все родители быстро на это соглашаются. Как их можно уговорить? Надо ли их уговаривать? Что вообще делать в такой ситуации? Не все родители, естественно, соглашаются на это легко, особенно если ребёнок уже большой и долго с текущей вот этой ситуацией. Родителям тяжело решиться. Многие родители испытывают чувство вины перед своим ребёнком за то, что вот они подвергают его какой-то операции, изменяют его режим кормления. Мы здесь нашли такой выход. У нас есть группа родителей, которые уже давно пользуются гастростомами и очень такие контактные, добрые родители. Они нам, во-первых, записали обучающие видео для других, позволяют показывать их пример, как они кормят, как они рассказывают об этом. И также мы даём их контактные телефоны. То есть если родители сомневаются, то мы даём телефоны тех, кто уже этим пользуется, и они обмениваются мнением между собой. Такая серьёзная группа поддержки. Да, и, конечно, очень-очень важно, что мы убеждаем, но не настаиваем. Решение, конечно, всё-таки окончательное за родителями. Но хочу сказать, что вот сколько у нас прошло и маленьких, и больших пациентов, ни один из них не пожалел о том, что они поставили гастростому. Все отмечают и удобство, и улучшение состояния здоровья ребёнка, и возможность использовать многие продукты, которые они до этого не могли использовать. Поэтому если всё-таки эта ситуация ребёнку необходима, если всё-таки рекомендуют доктора, я считаю, что бояться тут нечего. То есть несмотря на то, что хирургическое вмешательство было произведено, качество жизни как будто бы улучшается? Нет, качество жизни однозначно улучшается. Как уже говорила Александра, во-первых, время кормления. У ребёнка с нарушением глотания, когда его кормят, это может быть и 30 минут, и час занимать. Здесь это буквально 5-10 минут занимает. Вот наши, опять же, родители, которые снимали нам видео, они показывают, как это делать на прогулке в парке. То есть они остановились, они покормили ребёнка и поехали гулять дальше с семьёй. То есть это позволяет и мобильным быть, это позволяет много времени выделить для других детей в семье, что тоже важно. Ну и на себя в конце концов. И естественно, и на себя. То есть это облегчает и жизнь семьи, и ребёнку позволяет получать и достаточный объём питания, и достаточный объём жидкости полноценный. То есть со всех сторон получается положительный. На самом деле это не такое тяжёлое хирургическое вмешательство. В принципе, у нас в стране нет, но в зарубежных странах я знаю, что это делается амбулаторно. То есть пришли, поставили, и тут же ушли. Ну и можно ходить с этим в школу. Да, да, с этим можно ходить в школу, с этим можно плавать, с этим можно принимать ванну, душ. То есть это совершенно не мешает общественной жизни никоим образом. Александра, когда вы говорили о кормлении и о глотании, говорили про то, что есть у вас специальные какие-то ложечки, чашечки. Но я так понимаю, что это вообще про всю посуду, да? Можно сказать, что она какая-то вот другая. Что это за посуда? Что это за набор такой? Это как-то индивидуально всё готовится, заказывается? Или это можно купить в магазине? Нет, ну в большинстве своём это обычная посуда, которая несколько адаптирована под ребёнка. Можно даже, знаете, как рассмотреть некоторые варианты. Есть специальные ложки, у которых адаптированы края и так называемая черпала. То есть та часть ложки, которая предлагается ребёнку, называется черпала. Чем она может быть адаптирована? Обычная чайная ложка, она очень глубокая. Ну в большинстве своём, чтобы ей было удобно мешать, и уже у вас зрелые навыки. Если ребёнок только начинает этому учиться, то лучше всего выбирать ложки, когда они более пологие. То есть это обучающий элемент. Обучающая ложка, она самая первая. Когда ребёнку подставляют под нижнюю губу палец, подносят ложку с едой, прижимают губу близко к ложке, чтобы ребёнку сформировать так называемую смычку губ, чтобы он почувствовал вот это напряжение, это тоже очень важно. И такой ложкой начинают кормить, если мы говорим про слабые навыки губ. Если мы говорим про слабые навыки языка, есть такая специальная ложка нук, где она не совсем похожа на ложку, а больше похожа на указку или ручку, такую шершавую. Когда этой ложечкой можно с быкаевых краёв языка сформировать маленький комочек на спинке языка, и тем самым получится такой болюс, который легко проглотить ребёнку. То есть взять на себя, как обучающего, функцию щёк. Если мы говорим про щёки, то это специальные трубочки. Трубочки, которые, как я уже говорила, имеют разную структуру, у них разная степень сопротивления, и от простого к сложному можно перейти банально, как пожевать мягкую грушу или пожевать курицу. Навык абсолютно разный. Так и на этих трубочках можно альтернативно, безопасно жевать. Почему это важно? Потому что мы всегда преследуем цель «не поперхнись». И вот эти трубочки замещают еду. Если выделяется слюна, то даже если ребёнок ей поперхнётся, она абсолютно чистая. То есть в ней нет сахара, в ней нет молока в этой слюне. И даже если это такая аспирация возникнет, то есть у ребёнка не возникнет никаких заболеваний. Это безопасно. Есть стаканы. Очень уникальные вещи, с которыми сталкиваются впервые родители. Они удивлены, что они существуют. Стакан с адаптивным краем. То есть когда мы говорили в начале беседы, что запрокидывать голову назад это опасно, то есть можно не проконтролировать глоток, особенно если у тебя снижена чувствительность глотки. Адаптированный край стакана это как будто вырезанная ножницами часть стакана, где ребёнку предлагается чашечка, он начинает делать три глотка, и ему не нужно запрокидывать голову назад. Адаптивный край не упирается в переносицу. Там выемка, количество жидкости, и сама форма стакана ребёнку позволяет легко, безопасно делать мелкие глотки. Потому что, как уже говорила Елена Анатольевна, что вся вода, которая существует в мире, она имеет очень большую скорость потока, и именно её трудно контролировать во рту. Если она не горячая, если она не холодная, а обычной комнатной температуры, дети со сниженной чувствительностью губ, щёка и языка её практически не ощущают во рту. Поэтому наша цель адаптировать посуду и даже адаптировать текстуру воды можно. Есть специальные загустители воды и жидкости, которые мы тоже используем. Загущать консистенции можно до сиропа, то есть, когда не очень быстро стекают с ложки, ну, как нектар, вязкость некая есть. Есть умеренное загущение, это уже консистенции йогурт. Если мы говорим о более серьёзных нарушениях аромоторной координации, то есть, когда губы, щёки и язык не очень активны, то лучше загущать до средней степени вязкости текстуры. Или совсем загущать тяжело, когда мы говорим про те самые тяжёлые формы дисфагии, где актуально обсуждать уже вопрос гастростомы. Но что же делать до того, как гастростомы поставить? Это тоже вопрос, который волнует семью и специалистов. Да, вода же нужна каждый день. Да, это же питание ежедневное, поэтому до вмешательства мы предлагаем тоже некие стратегии. Поэтому, наверное, самой ключевой триадой того, что рекомендует логопед после клинической оценки и с подтверждением аспирации, я имею в виду, в процессе видеофлюороскопии, это, конечно, выбор позиционирования, подбор текстуры еды и жидкости. То есть, это будет однородная текстура полностью, где легко совсем глотать, и она будет умеренно загущена. Или туда всё-таки можно добавлять кусочки, или можно уже жевать, но контролировать глоток. Вот как раз именно вот этот формат подбирается индивидуально. То есть выбор большой. А как вы запоминаете все эти названия, виды? Как вы узнаёте о том, что, не знаю, появилась новая, например, посуда, или новые какие-то технологии? То есть сразу поясню, что да, конечно, мы не берём это из воздуха. Есть клинические рекомендации. На них мы опираемся в первую очередь. Мы видим статьи, которые появляются в научном формате. То есть мы черпаем знания, исходя из того, какие есть навыки, мы составляем ключевой запрос, то есть так называемую смарт-цель, о которой вы уже, наверное, говорили, как я понимаю. Исходя из этой смарт-цели, мы подбираем научные статьи. Если статья доказывает эффективность тех или иных методов, конечно, мы будем предлагать это родителю. Мы будем преследовать цель информировать родителей о том, как это здорово и как это помогает. Всё-таки есть методы, которые не совсем актуальны для детей с церебральным параличом. Наверное, стоит об этом сказать. Это самая популярная часть логопедии в России. Логопедический массаж. Не работает. Не работает. То есть ни один массаж не вылечит ситуацию глотания. Ни один массаж не сделает мышцу здоровой. Но можно придерживающие методы брать из логопедического массажа. То есть только некоторые техники, которые могут быть поддерживающими стратегиями, актуально обсуждать. А что ещё не работает? Может быть, вы знаете? Сразу скажу, что самый популярный вопрос семьи – это логопедический массаж. Почему я про него и начала говорить. И большинство специалистов убеждены в том, что логопедический массаж выстрелят. Всё это связано с тем, что мало информации вокруг. Именно в нашей стране мало информации о тех или иных вмешательствах, которые мы, ну, как терапевты, наверное, можем предлагать семье. Именно из-за этой популяризации разных методов мы тонем. На самом деле тоже есть авторские методики, опять же, пока не доказавшие свою эффективность. Но вот чем плохи эти методики? То, что это неэффективно, понятно. Это трата времени, да? Это трата времени, это энергозатратно, это достаточно дорого. Потому что есть и частные специалисты, которые предлагают эту помощь и будут убеждать семью о том, что это работает. Есть методы тейпирования, которые доказали эффективность, но это по части физической реабилитации, а все исследования, которые по части глотания и речи сейчас исследуются специалистами, они, к сожалению, пока находятся под знаком сомнительно и даже совсем не доказательно. То есть мы, к сожалению, для родителей, наверное, сейчас должны будем разрушить миф о том, что работает абсолютно всё, попробуйте всё в целом. Нет. Не надо пробовать всё. Я читала зарубежную литературу, там было написано, что пока тейп наклеен, это может работать, как только его снимаешь, он перестаёт работать. То есть в случае глотания и жевания тейп будет применяться в случае, как, знаете, поддерживающей методики, где мы подставляем пальцы, но пальцы, они чистые, аккуратные, их можно помыть, а тейп — это когда подтекающая жидкость изо рта, то он будет, естественно, пачкаться, будет раздражаться кожа и высыпание всевозможное, это будет плаксивость, отказ от еды. И если мы хотели помочь ребёнку, то от слова совсем вряд ли. Поняла. Спасибо вам большое. Мне кажется, что мы основные вопросы какие-то обсудили. Спасибо. 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 Спасибо.